Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжим рассматривать показания Константина Игнатова, данные на судебном процессе в США. И в сегодняшнем видео вы узнаете, на что же Ружа Игнатова тратила собранные миллионы инвесторов. Допрос ведет прокурор Фолли. В предыдущем видео, кто не смотрел, можете посмотреть, Константин Игнатов дал показания, что в офисе в Софии была отдельная комната, внутри которой стоял большой сейф, как выразился Константин Игнатов, размером с большой холодильник. И как раз в этом сейфе находилось достаточно большое количество наличных. Вот как раз прокурор задает вопрос Константину Игнатову. Внутри сейфа было большое или небольшое количество наличных? Ответ. Пока Ружа была там, сейф был почти полностью заполнен наличными. Представляете себе, да? Сейф размером с большой холодильник и почти полностью заполнен наличными. Так что, как говорится, с деньгами у Ружа Игнатовой все было в порядке. Вопрос. Господин Игнатов, помимо использования наличных денег из сейфа, были ли другие наличные деньги, которые использовала Ружа? Не могли бы вы перефразировать вопрос, пожалуйста? Да. Были ли другие случаи, когда вы наблюдали Ружу с крупными суммами наличных? Да, очень часто. Например, когда она ходила за покупками. Вы когда-нибудь наблюдали, откуда брались эти деньги? Один раз это было в Гонконге. Я видел, как Фернандо Рис принес ей рюкзак, полный наличных. Вы упомянули человека по имени Фернандо Рис, который принес этот рюкзак, полный наличных. Кто это был? Он был лидером высокого уровня, а также офис-менеджером гонконгского офиса. Когда вы говорите о лидере высокого уровня и менеджере офиса в Гонконге, имеется в виду Ван Коэн? Да. Был ли у Ван Коэн офис в Гонконге в то время? Да. И он был его управляющим. Можете ли вы описать, что произошло, когда он принес эти деньги? Это было в отеле Ридс Карлтон в Гонконге. Ружа сказала мне, что Фернандо придет, потому что он должен ей принести деньги. И тогда он пришел со своим помощником и телохранителями и оставил там большой рюкзак, который был полон наличных. Примерно сколько денег было в рюкзаке? Там было более одного миллиона гонконгских долларов. Получили ли вы что-нибудь из этих денег? Нет. Что Ружа сделала с этими деньгами? Она пошла за покупками в элитный торговый центр. Часто или редко Ружа делала покупки. Она это делала очень, очень часто. Какие товары она покупала? Одежду только от самых дорогих дизайнеров, много драгоценностей. Но она также покупала много машин. В нее было много особняков и яхта. Вы упомянули, что Ружа покупала драгоценности. Знаете ли вы, сколько стоили все украшения, которые она покупала? Я знаю, что самые дорогие изделия, которые она купила, стоят более одного миллиона долларов каждая. С 2015 по 2017 год каков был источник дохода Ружи? Она управляла компанией Ванкоин. Минуту назад вы упомянули, что Ружа также покупала особняки. Это так? Да. Какие объекты недвижимости приобрела Ружа в период между 2015 и 2017 годами? Лондонский пентхаус, о котором мы говорили вчера. Она купила еще один пентхаус в Дубае. Особняк в Дубае. Большой особняк на берегу моря в Болгарии. Большой особняк для ее мужа во Франкфурте, Германия. И различные особняки в Софии, Болгария. Покажите свидетелю документ 118. Господин Игнатов, что мы видим здесь? Это Кристины дочери Ружи, давины в особняке в Созополе, на берегу моря в Болгарии. Господин Игнатов, что изображено на этих двух фотографиях? Вы видите участок и бассейн особняка в Созополе. В общей сложности, примерно сколько объектов недвижимости приобрела Ружа с 2015 по 2017 год? Приблизительно 8. Минуту назад вы упомянули, что Ружа также приобрела недвижимость в Дубае. Это так? Да. Вы когда-нибудь посещали эти объекты? Я провел одну ночь в пентхаусе, и я видел особняк. Но он был еще на стадии строительства, так что он еще не был закончен. Знаете ли вы приблизительно, сколько стоил особняк? Я слышал, как она говорила о 20 миллионах. Вы также упомянули, что Ружа покупала машины в этот период времени. Это правда? Да. Какие типы автомобилей покупала Ружа? У нее были Роллс-Ройс, Бентли, Порше и бронированный Лексус. Последний автомобиль, который вы упомянули, был бронированный Лексус. Это правда? Да. У вас были с ней какие-либо разговоры об этой машине? Ружа всегда очень боялась, что кто-то может похитить ее дочь. Мне кажется, вы также упоминали ранее, что Ружа купила яхту. Это правда? Да. Где она держала свою яхту? На берегу моря в Болгарии, рядом с ее особняком. Господин Игнатов, узнаете ли эти фотографии? Да, это фотографии яхты Ружи, названной в честь ее дочери. Господин Игнатов, вы упомянули, что яхта была названа в честь дочери Ружи. Это верно? Да. Как звали ее дочь? Давина. Вот так вот выглядит яхта Ружи. И на борту яхты, как видим, действительно написано Давина. Получается, что данная яхта была названа в честь дочери Ружи. Вот еще одна фотография с кормы, где также крупными буквами написано Давина. И позирует, по всей видимости, кто-то из инвесторов или лидеров Ван Коина. Естественно, что инвесторы Ван Коина, которые приобретали на протяжении лет так называемые образовательные пакеты Ван Коин, часто вопрошают, а где же наши деньги? А куда они делись? Ну вот, как раз в предыдущих видео мы рассматривали, например, куда потратил деньги юрист Марк Скотт, который хвастался, что к 50 годам заработал 50 миллионов долларов. И на эти деньги он покупал себе автомобили, несколько домов и яхту и так далее. Прочие блага цивилизации. И, как мы видим, Ружи Игнатова поступала примерно так же. Покупала брендовую одежду, покупала ювелирные украшения, как показывает Константин Игнатов, некоторые из которых стоят более миллиона долларов. Недвижимость в разных странах, автомобили, яхту и так далее. Вот и ответ на вопросы инвесторов, а где наши деньги? Как в песне Владимира Семеновича Высоцкого, где деньги, Зин? Так вот, как раз из всех этих показаний и явно видно, куда эти деньги пошли. Соответственно, конечно, как вы знаете, сейчас некоторые лидеры продолжают делать хорошую мину при плохой игре. То есть изображать позитив, что все хорошо у нас, все замечательно, компания развивается. Но, собственно, показания Константина Игнатова, на мой взгляд, уже достаточно четко и недвусмысленно показывают, как эта схема работала. Под видом так называемых образовательных пакетов. То есть людям продавались циферки под названием ванкойны. Люди за эти циферки отдавали свои наличные деньги или фиатные деньги. И эти денежки потоком, как говорится, переходили уже в карманы Ружи Игнатовой и ее подельников. Ну, а юрист Марк Скотт тоже сыграл немаловажную роль в этой схеме, потому что он занимался непосредственно отмыванием денег. И, как мы знаем, ему предъявлено обвинение в отмывании почти 400 миллионов долларов. То есть таковы объемы. Заметьте, что мы сейчас с вами рассматриваем показания Константина Игнатова, данные 6 ноября 2019 года. Это всего лишь второй день дачи показаний. И представьте, что уже за два дня сколько всего интересного мы узнали и узнаем еще больше. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат, где мы делимся последней информацией. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.